Все, включили. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы продолжаем основной учебный курс. К сожалению, у нас немножко последние занятия скомкались. И я попытался вспомнить, проходили ли мы эти главы год назад. Главы идут очень интересные. И самое, наверное, на мой взгляд, важное в них то, что в них идут части Шма. Шма в прошлой недельной главе «Вейт Ханан» идет первая часть Шма. В недельной главе, которую мы читали вчера, в субботу, которая называется «Экиф», идет вторая часть Шма. Может быть, мы, конечно, разбирали это в прошлом году, но я в архиве не нашел записей наших лекций. Поэтому давайте начнем сначала. Что вы сейчас видите? Мой экран, да? Да, да, видим, да, видим. Ага, чат получен, да? Да, да, все пришло, да. То, что я выделяю, сейчас видно, да? Да, да, все видно. Итак, мы начинаем. Маленькое предварительное слово. Что такое Шма? Если есть у евреев символ веры, то это Шма и Саэль. Это провозглашение абсолютного единства Бога. Собственно, Шма – это не молитва, это отрывки из Торы, которое предписано еврею читать дважды в день, как написано, и ложась, и вставая. Если успеем немножко, я скажу насчет этих слов. Вот, то есть, утром и вечером, в определенные часы, определенный промежуток времени утром, и, соответственно, определенный промежуток и вечером. Значит, текст Шма, который содержится в Сидуре, в разделе утренней службы и в разделе вечерней службы, одинаков, и состоит он из трех отрывков. Третий отрывок, третий отрывок, мы с вами, насколько я помню, разбирали не так давно. Он входит в четвертую книгу, по технике Бамидбар, и посвящен он Цицит. Цицит, которые, как говорится в самом этом отрывке, напоминают нам о 613 заповедях. Первый отрывок входит в книгу Творим. Это шестой параграф, то есть перед вам, начиная с стиха номер 4. Вот мы видим начало. Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад. У меня большая просьба к вам. Обычно микрофоны ваши выключены. Если вы желаете задать вопрос, значит, можете включить микрофон и озвучить свой вопрос. Я обещаю ответить, если я знаю, что отвечать, когда закончу определенную тему. Можно спрашивать и в конце занятия. Можно писать в чате, но чат я не всегда вовремя успел заметить. Итак, первая фраза состоит из шести слов. Шма – вот он корень. В этом слове мы видим три буквы, которые составляют корень этого слова. Буквы Шин, Мэм и Айн. В значении этого корня – точнее, не слушать, а слышать. Слушать – есть другой корень. Кто-то может мне его назвать? Как сказать «я слушаю вас»? Шуме – это скорее «я тебя слышу». Это тоже важно. Макшив. 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 Правильно, Макшив. Озен Кашевет – это название, скажем, организации плохо слышащих в Израиле. Так, здесь скорее именно «слышь». Значит, в какой форме стоит этот глагол? Стоит в императиве, то есть обращение, повелительное наклонение, к единственным числе. Шма – Исраэль. Слушай, Израиль. Мы понимаем это как обращение Бога ко всему еврейскому народу. Слушай, Израиль. То есть слушайте все евреи. Дальше. Гошем Элокейну. Так, вот это имя Всевышнего, которое мы называем «сетрограмотон». Никогда не читается так, как оно написано. Вот в молитве мы его читаем «А-до-най». А разбирая текст, мне удобнее называть его «Ха-шем», то есть то самое имя. Дальше идет слово «Элокейну». Я произношу его намеренно, не совсем так, как оно написано. Здесь буква «Эй». Дело в том, что это тоже одно из имен Всевышнего, а лишний раз без необходимости имя Всевышнего произносить нельзя. Но, тем не менее, у нас такая необходимость есть, потому что мы разбираем священный текст, поэтому мы можем прочитать эти имена, как в самой молитве «А-до-най-эл-о-эйну». Что это значит? Всевышний Бог наш или Бог Всесильный наш. Есть разные варианты перевода. Я не буду останавливаться на этом, я только скажу, что два имени, вот это, которое я только что прочитал, и вот это. Значит, здесь имеется суффикс «ну», то есть «наш». Если без суффикса, то встречается форма «элоким». это две проявления Всевышнего в этом мире. Значит, имя первое, цитрограмматон, это выражение милосердия Всевышнего, а вот это второе имя – это выражение его строгости и справедливости. Интересно, что гематрия вот этого слова, точнее слово «элоким», без этого окончания, равна гематрии слова «тэва». Тэва – это природа. Это некоторый намек на то, что Всевышний, если он действует не в милосердии, а по справедливости, он работает как природа. В природе есть определенные законы, которые необходимо учитывать, они неизбежны. Мы не можем от них уйти, мы не можем сказать «я не верю в…» Верно, спасибо. «Я не верю в земное притяжение, поэтому я выйду из окна моего дома на третьем этаже и иду в окно соседнего дома на третьем этаже». Не зависит от того, верит человек или не верит, он просто выпадет из окна, не про нас с вами высказанно. Точно так же иногда работает Всевышний. То есть наказание включено в сам факт нарушения. Сунул два пальца в розетку, тебя ударило током. Если бы не милосердие Всевышнего, то по мере строгой справедливости мы уже заслуживали бы худшей кары. Дальше снова идет четвертый грамматон «Гашем», и дальше идет слово «эхад». «Эхад» – один, один, единственный. Есть очень близкое слово, которое звучит как «эхид» – единый. Но мы подчеркиваем, что Бог не только един, Он один, единственный. Нет никакой силы, которая не подчинялась бы Всевышнему. Бог совершенно один. Теперь тот, кто читает «шма», естественно, по аналогии, после этой фразы прочитает «дарухшим квод моху». Сейчас мы разберем, что это значит. Пока я чуть не забыл. Обратите внимание, что вот две буквы, «аин» в слове «шма» и «дарь» в слове «эхад» выделены как в любой напечатанной книжке, как и в Сидоре, так и в свитках, по которым Тору читают в синагоге, написанных на пергаменте. Эти буквы выделены более крупно. Они составляют слово «эд». «Аэд» – это свидетель. То есть, читая «шма», мы свидетельствуем перед всем миром о том, что у мира есть творец. Теперь слова «барухшим квод моху» «тололам баэд». Мы не найдем их в Торе, этих слов нет. Они были добавлены. Есть два интересных объяснения, почему и как. Если успеем, в конце напомните мне, я попробовал их рассказать. Но, тем не менее, эти слова разберем. Итак, «барух», что это значит? «Благословен». Корень здесь «бет-рэш-хаф». Отсюда «браха». Отсюда «биркат-амазон». «барух» – это «благословен». Вот это интересное слово с точки зрения грамматики. К какому биньяну относится этот корень? К биньяну «пи-эль». А причастие «барух» оно вообще характерно для биньяна «па-аль». В «пи-эле» это звучит как «мэ-ворах». Есть фраза, которую мы тоже в некоторых оказиях произносим. «Баруха шэм-ам-мэ-ворах». «Благословен». «Господь благословляемый». Как-то вот так. Вот. Тем не менее, «барух». Дальше «шэм» – это имя. «Квод» – это «слава». Ну, вообще, иногда это и почет, и уважение, но мы это переведем как «слава». Да? Теперь дальше. Слово «малхут». «Малхут» – царство, которое от слова «мэ-лех» – царь. Получается вот такая вот цепочка. «Благословенно имя славы царства, его, малхут, царство его, ля-олам-ва-эд, во веки веков», то есть «навечно». Что это означает? Пожалуйста, спрашивайте не меня. Я ставлю себе задачу разобрать тексты именно с точки зрения словарного запаса и грамматики. Так. Вот этой фразы нет в Торе, а в молитву она вставлена. Ее произносят шепотом именно потому, что в Торе ее нет. Так. Идут дальнейшие фразы. «Вэ агавта эт гашем эл кеха» и так далее. Разберем. «Вэ агавта». Я вижу новые имена, поэтому на всякий случай я скажу одно существенное правило, без которого нам не понять грамматику. Если мы сравним грамматику Анаха с грамматикой того иврита, которым мы пользуемся сейчас в государстве Израиля как раздоворного языка, мы увидим некоторые отличия. К примеру, если мы возьмем слово «агавта», да, вот так, без буквы «вав» в начале, что это получится? «Ты любил», да? А вот буква «вав» в начале по грамматике Танаха переворачивает прошедшее время в будущее, а будущее, наоборот, прошедшее. Поэтому «вэ агавта» – буквальный перевод «ты будешь любить». Еще раз, иногда это слово переводят как «люби» или «возлюби», да? Но буквальный перевод «ты будешь любить» в современном иврите. Вообще, это довольно часто бывает, что будущее время используется в качестве императива по великому наклонению. Говорят, например, «кагидли» вместо «агидли». То есть «ты скажешь мне», а не «скажи мне», да? В велите Танахическом такие вещи различаются, но, 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 но смысл здесь, смотрите, смысл здесь примерно такой. «Вэ агавта» – «эт» – само слово не переводится, смысл его… Оно ставит последующее слово. Кстати, если вы не знаете, значит, имя Всевышнего, вот это имя, Элоким или Элокейну или Элокеха, стоит в форме множественного числа. Но это не должно нас никаким образом путать. Даже в самом начале Торы мы читаем «Бара Элоким» – в начале «создал всесильный». Слово «Элоким» стоит в форме множественного числа, но глагол «создал» стоит в форме единственного числа. Есть другие примеры. Пример слова «Ярушалаим». Вроде бы оно имеет форму двойственного числа, но когда мы говорим о городе Ярушалаим, мы называем его в единственном числе, и это к тому же еще в женском роде. Ярушалаим Яфа. Так что я констатирую факт вот такой грамматической несвязанности. Так, дальше. «И будешь любить Бога Всесильного твоего» дальше идет слово «бехоль левавха у вехоль на шиха». Слово «коль всякий и каждый», «бехоль» – это «всем целиком», «левав» – это то же самое, что «влевавха» – «сердце твое», «всем сердцем твоим», «увехоль на шиха» и «всем». Что такое «нефеш»? Душа. Ну, более точно, душа имеет пять уровней. Вот это один из уровней. Но иногда используется это слово для обозначения «всей души целиком». «Всей душою твоей». Дальше написано «увехоль меодеха». Вот это точно перевести невозможно. Слово «меод» означает «очень», «очень». И «всем твоим очень». Иногда по смыслу переводят это «всем твоим имуществом», иногда «всей сутью твоей». Но вообще, если разобраться, слово «меод» – это «всем твоим очень-очень». Вот, наверное, так можно перевести. Хотя все равно остается непонятным. Комментарии говорят, что здесь имеется в виду несколько аспектов. Можете посмотреть. Далее. «Люби Всевышнего». Дальше. «Вэ гаю». Слово «гаю» – это прошедшее время. А «вэ гаю», как мы понимаем, будущее. Множественное число. «И будут». «Га дварим», «га эле». Слово «дворим» означает «слова или речи», а также «дела», а также «вещи». В данном случае слова. И будут слова «ха эле» – «эти». «Эле» – это означает «эти» во множественном числе. Какие слова? Которые мы сейчас разбираем. «Ашер». Слово «ашер» – это может быть «который», «которая». «Которые». В данном случае про слова это говорится. «Которые». «Анохи» – то же самое, что «они». Так, я вижу, сейчас дойдем до конца фразы, и можно будет задать вопрос. «Мецавха». Значит, есть слово «мецаве» однокоренное со словом «митцва». Что такое «митцва»? Указание, приказание, заповедь. «Мецаве» – это «заповедую». «Мецавха» – «заповедую тебе». «Мецавха» – «гайом» сегодня. Что с этими словами, где они будут? «Аль левавеха» – «на сердце твоем». Обратите внимание, «левавха», а тут «левавеха». Разница в одну точку и в ударении, но смысл тот же самый. «На сердце твоем». Комментаторы обращают внимание, что не следует читать «гайом» «Аль левавеха». То есть сегодня на сердце твоем, а завтра на каком-то другом месте. Нет. Слово «айом» относится к «мецаве». «Я заповедую тебе сегодня» эти слова. И даже если ты слышал их вчера, ты не должен их воспринимать как что-то устаревшее. Так, вопрос, да? Слушаю. «Атлагим аэлю» – в современном иврите, да? Не совсем так. Это не современный иврит. Я тоже использую больше «аэлу». «Элу» – это скорее мишнаитский иврит. Ну, если говорить множество, значит, число «аэлю». Не-не, то же самое. Смысл тот же самый. Но в «танахе» используется больше вот так. Не, я просто время. Ага, да. Дальше. «Вешинантам леванеха». Вот интересное слово. Значит, корень здесь «лэ шанэн». Что такое «лэ шанэн»? «Оттачивать». Буквально «оттачивать». Смысл слова «повторять». Однокоренное со словом «шэн». Как зуб затачивается. Я не знаю, у людей, по-моему, нет. А вот, например, у кошек зубы растут постоянно и постоянно, значит, оттачиваются при живании. «Лэ шанэн». Лэ шанэн. Повторяй. «Вешинантам». То есть, повторяй. Вообще, сейчас, секундочку. Шанэн, конечно, хорошо на зубрёжку тоже ложится. Да, кстати. Кстати, я тоже как-то обратил внимание. Зубрёжка просто потрясно фактует. Да, да. Ну, просто коннотация этого слова русского не очень хорошая. Зубри их. За то, чтобы отскакивало, как от зубов. Вот. А вот это вот уже более подходит, да. Так. Лэ ванеха. Слово «бэн». Обратите внимание на букву «юд». Вот эту, которую практически мы не произносим, да. Значит, «юд» вместо именных суффиксов есть. Она не имеет огласовок. Не читается. Но она показывает, что слово «бэн» стоит во множественном числе. То есть, сыновьям твоим. «Вэди барта бам». И говори, и будешь говорить. Точнее, «бам» – это буквально «в них». Почему так, я объяснить не могу. Но по смыслу «говори кого» эти слова. Так. Сейчас будет. Ага. Так, так, так. Аня написала. Все верно. Все верно. Правильно. Да. Спасибо, Анна. Спасибо за замечание. Так. Продолжаем. «Вэди барта бам». «Бэ шивтеха». Обратите внимание на это слово. Значит, я сейчас объясню его строение. «Бэ шивтеха сидя бэбэйтеха в доме твоём». «Увэлехтеха». «И когда ты идёшь ва дэрэх дорогой». «Увшок бэха у кумэха». Вот эти четыре слова стоят в одной и той же форме. Если я спрошу, что это за форма, кто-то скажет мне «дейпричастие», да, «идя дорогою», да, «что делая», да, кто-то скажет мне, кто-то переведёт это оборотом «когда ты идёшь дорогою твоей». Но с точки зрения ивритской грамматики представьте себе, что это инфинитив. Когда-то я это объяснял. Кроме инфинитива, который, так называемый, относительный инфинитив, который мы все считаем инфинитивом, который образуется с помощью префекса «ле», например, «ле дабэр». Есть ещё три неабсолютных инфинитива и два вида абсолютных инфинитива. Значит, «бэ шифтыха» — это «при том, что ты сидишь». «Бэ шевет». «Ба шевет» — это «сидя». А дополнительный суффикс «ха» означает, что это относится к тебе, то есть при сидении твоём, когда ты сидишь. «Бэ вэй тэха» — от слова «баит» — «в доме твоём». «Увэ лэх тэха» — от слова «голэх» — буква «хэй» — «лэмэ хав» — «выпадает». Получается, «и при хождении твоём, и когда ты идёшь». «Ва дэрэх» — «в дороге». «Ув шохбэха» — корень «шахав» — означает «ложиться спать». Или просто ложиться. И при ложении твоём, то есть когда ты ложишься, обычно переводят как «ложась». Но тут не подчёркивается, что когда ты ложишься, вот этот суффикс «ха» показывает, да, что обращается к единственному лицу, к единственному числу второго лица мужского рода. «Ув кумэха» — «ув кумэха» — «и когда ты встаёшь» — корень «ла кума». «Ум» — «куф» — «вав» — «мэма». Так, я немножко ещё отвлекусь от грамматики и обращу ваше внимание на то, что «бэшифтеха бэвэйтеха сидя в доме твоём, а увэлэхтеха ва дэрэх» — «не сказано идя дорогою твоею». Из этого делается интересный вывод — «шма» разрешено читать, когда ты занят каким-то делом. Например, ты работаешь, и если ты будешь отвлекаться от своей работы, то получается, что за эти минуты хозяин платит тебе непрасно, ты не работаешь на него. Но это значит, что во время, как сказано в Мишне, работники читают «шма» даже на строительных лесах, не отвлекаясь от работы, но если они занимаются каким-то делом. Но когда человек идёт своей дорогой, то есть он что-то делает ради себя, ну, например, слушает музыку или читает книгу, да, он должен отвлечься от этого, дабы сконцентрироваться на «шма». Так, большая просьба — выключите фон, если вы говорите не мне. Просто слышу голоса на фоне. Да, я выплющу. Есть. Так, дальше «хэт». Значит, здесь корень «кешир» — это узел. «У кшар», там — это «привяжи», «ле кашер». Там — это значит «их», и «привяжи их». А ещё позвони, да, кшар, на современном ряде. «Кешир» — это связь. Вы знаете, да, да, «кешир» — это связь. «Легит кашер», «кид кашер элай», да, «соединись буквально со мною», да. Слово «звонить» в отсутствии именно звона как звука звучит несколько условно, да. Если я звоню тебе, я могу это делать по телефону, через WhatsApp, через интернет, через мессенджер и так далее, и так далее. Чтобы ты услышал звон как обращение. Скорее всего, какая-то мелодия, да. Поэтому буквальный перевод, да, «соединить», «соединиться». «Ле от» — слово «от» — это буква и это знак. И «привяжи их знаком» — «аль-я-де-ха» на руку твою. Так, здесь речь идёт от филин-учном. «Ве-га-ю-ле-то-то-фот» — слово «то-то-фот», да. А встречается в Танахе только-только здесь. Поэтому точного значения никто объяснить не может. В современном иврите, кроме, значит, вот этого значения, как тфилина, это ещё используется как кокарда, которая находится именно на том месте, да, куда утром, во время утренней молитвы, молитвы возлагают головной тфилин. Что такое «то-то-фот» мы переводить не будем, и будут они обычно, говорят, знамением. «Дейн-эй-неха» — «между глазами твоими». Чтобы не спутались те, кто не знают, головной тфилин надевается не между двумя глазами, а на линии, которая идёт посередине, но выше уровня, выше линии волос. То есть там, где волосы растут, либо когда-то росли. Так. «Ух-тав-там» — от слова «катав» — «и напиши их». То есть эти слова. «Аль-мезу-зот-бейтеха» — слово «мезу-за», которое мы воспринимаем, как вот такая вот штуковина, которую прикрепляют на косяк, буквально означает «косяк», именно «косяк». «И напиши их на косяках дома твоего бейтеха» — «увиш-ареха». «Шаар» — это ворота, врата, и на воротах твоих. Так. Ну, конечно, без Аллахи нам это не понять. Все мы знаем, что здесь идёт речь о тфилин, который состоит из двух коробочек. Одна закрепляется на руку, как правило, левую напротив сердца. Другая закрепляется на голове. Вот. И ещё одна заповедь — это заповедь «мезу-за». Мезу-за, которая прикрепляется на двери помещения жилое, в помещении, в котором живут. Так. Но не сортир, например, и не ванная комната. Так. Хорошо. Это первая часть «шма». Мы прочитали её в главе «Ва-э-ханна». Теперь, значит, обратите внимание, что я поставил словарик на чат и в нашу группу в Телеграм. Теперь давайте я переключусь и буду демонстрировать вам иной экран. Так. Новая демонстрация. «Ва-э-ханан», словарь. Нет, 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 нет. Не, это должно быть. Подождите, молчу. А где же у меня? У меня не открыто, что ли? Так. Сейчас я остановлю демонстрацию, да? Вы, очевидно, видите меня, да? Можно сказать… Закрываешь и становишь новым. Да, я закрываю. Я открываю вот это. Да, почему-то этого нет. Сейчас я найду этот файл. Вот так. И ставлю демонстрацию. Да, 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 демонстрация. Да, да, я здесь. Я слегкаю пропустил в кумеха. Это… От слова «лакум» – «кам». «Кам» – вставать. Когда встаешь и ложишь. Да, да, да. Ложась и вставай. Интересно, Мишна там про это говорит. Когда-то я делал курс по Мишне Брахот, и он, в общем-то, есть в архиве. Да, да. Мишна там. Ну, довольно простая. Там относительно простая Мишна, но очень важная. И, главное, там интересные комментарии. Теперь… А, вот что еще хотел сказать. Значит, «кам» – «лакум» – это встать, а «лехаким» – буквально поставить. То есть, например, организовать какое-то там мероприятие. «Лехаким». Так. Мы видим на экране текст «Ваэт Ханан», да? Да. Прекрасно. Значит, в этой недельной главе, тут она у меня полностью, есть несколько интересных… Так, подождите, «Ваэт Ханан». А это я уже сделал. А, я не это должен, я «Экев» должен поставить. Извините. Извините. Сейчас, минутку. Демонстрация экрана. Так. Прощание за маленькую задержку. Так. Ну, что такое? Так. Это словарь «Экев». Нет, тоже не то. Вот само слово «Экев». Ага, вот так, наверное. Так. Вот, вот, вот. Вот текст недельной главы «Экев». Я готовил его год назад примерно. Вот, здесь есть несколько интересных фраз, которые мы в прошлом году разбирали, вот, но почему-то в архиве я не нашел записи. Тем не менее, если время будет, я могу еще по нескольким любопытным фразам пройтись. Итак, в одиннадцатой главе, начиная с тринадцатого фасука, с тринадцатой фразы, да, идет вторая часть «Шма». Обратите внимание, что первая часть составлена в единственном фразе. Простите, а демонстрации экрана у нас нету. А я не сделал? Ох, извините. Так. А я тоже надеялся. Так, а почему же я, почему же я не вижу его? Нет. Сейчас, одну минутку. Вот так? Сейчас появится. Ждем. Он появится нежданно в чем-то белом, без причуд. Так, видно? Да. Выделение видно, да? Ага. Так. Продолжим. Пасук, то есть фраза «Югимон» тринадцать. «Вэгайя». «Гая», как вы знаете, это «был». «Вэгайя» и «будет». «Им шамуа ти шмеау». Так. «Им через али с корнем шинмем айн». «Слушать». Да. То есть буквально «услышите» или «послушаетесь». В русском языке тоже значит «послушание» однокоренностью словом «слушать». Почему дважды, что это значит? Это усиление действия. Как строится такая конструкция? Мы обращаем внимание на вторую часть. Она показывает формулу. То есть «ти шмеау» – это обращение во множественном числе. «Послушаете». А вот первая часть – это тот же корень в форме абсурса. Ну, с носками. Да, ладно, хорошо. Мы продолжаем. Я хотел обратить ваше внимание, что во второй части «шма» мы используем, точнее, Бог использует множественное число, подчеркивая тем самым единство еврейского народа. То есть, если ты праведник, а твой сосед грешник, то, очевидно, не такой уж ты большой праведник, иначе бы он взял с тебя пример. Ну, соответственно, наоборот. И вполне возможно, что для того, чтобы у него не было урожая и дождь не прольется на твой участок, но скорее наоборот, скорее ему перепадет за счет тебя, и, может быть, это как-то на него повлияет. Ну, вот такой оптимистичный взгляд на вещи. Итак, если вы послушаетесь, обратите внимание, что здесь буква «вав» с точкой наверху – это не огласовка «о холам», а это буква «вав», которая имеет огласовку «холам хасер», то есть точку наверху. Поэтому мы читаем это. «Который я заповедую тебе, точнее, вам, гайом сегодня». Какие же это заповеди? Любить Бога Всесильного, ну, как мы, вот лучше перевод мне предложили, «творца Всесильного вашего». Обратите внимание, что здесь камаз – это «о», а не «а». И буквально работать ему, работать на него, служить ему. «Всем сердцем вашим и всей душой вашей». Хотя это идет обращение к вам, да, но слово «левав» – сердце, и слово «нефеш» – душа – это как что-то, объединяющее вас, единое народа. Так, «венатати» – это от глагола «натан», которое означает «дал». Ну, вот такая форма специфическая с этим корнем. Просто имейте в виду, «натати» – это «дал я». И «дам» – я, поскольку вам переворачивает будущее время, «метар арцехем». Слово «матар» означает «дождь». «Арцехем» – земле, точнее, земли вашей. «Мутар арцехем» – дождь, который соответствует вашей земле. То есть такой, который и нужен ей, а не дождик какой-нибудь там, допустим, египетский. Да, просто незадолго до этого есть интересный там пассаж. Вот слово «матар» стоит в смехуте, поэтому не «матар», а «матар». Это подчеркивает, здесь вот еще подчеркивается вот этим «тире», что два слова объединяются в единую конструкцию смехут. Дальше написано «бэ айто». Слово «айт» означает «время», «во время его», то есть «когда он нужен». Что же это за дожди? «Йорэ» – это «ранний дождик», «малкош» – это «поздний дождик». Есть специальное название. «Вэ ассавта» – «и соберешь ты». «Дэганеха вэтирошха вэйцареха» – что такое даган? Злаки, то есть урожай зерновых. Тирош – это виноградный сок, то есть свежевыжатый. А «йцегар» – это свежевыжатое оливковое масло. Эти три продукта действительно были очень важны в хозяйстве. Просто исторически... Можно показать, почему. Не будем останавливаться, продолжим. «Идам я ассав» – это буквально «трава». «И будешь ты кушать, и будешь ты насыщаться». «Ахаль» – корень «алеф», «хав», «ламед». «Сава» – это «син бет айн». Это значит «насытиться». А вот близкий корень «шин бет айн» означает «поклясться». Но «шин» и «син» не переходят друг к другу. Это разные корни. Да, слушаю. Вопрос. Смотрите, есть некоторая разница в использовании аппарата глагольного управления. То есть вот всех этих частиц. Мы бы, конечно, сказали «эт». Но прислушиваться к «к». Да, как-то вот так. Может быть, что-то этим подчеркнуто. А может быть, это совершенно нормальное соучреждение грамматики «танаха». Продолжай. Так. «И будешь есть, и насытишься». Интересно, что вот из этого делается вывод, что сначала надо накормить домашний скот, а потом уже есть. А вот пить – ты имеешь право напиться сам, а потом напоить скот из другого места тора. Так. «Ги шамру лахем». Вот тоже интересная форма. «Ле шамер» или «лишмор». Это «охранять», «блюсти». «Остерегайте себя», «лахем», «к себе». Буквально. «Берегитесь» – это обычный перевод. «Ги шамру ле ги шамер». Это что делать? «Делать другого охраняемым». Вот такая форма. Дальше интересно слово «пен». «Пен» переводится как «чтобы не». «Ифте левав хэм». «Чтобы не отвратилось сердце ваше». Вот так. «Отвратились». «Отэ» – это «отвернуться», «отвратиться». Оно стоит в единственном числе. Слово «левав» тоже стоит в единственном числе. А «хэм» – это значит «ваше». «Чтобы сердце ваше». «Ве сартэм» – что такое сартэм? «Отвернулись». Посмотрите, в словаре я поставил. Посмотрите, дословный перевод. «Испортитесь», «извратитесь». По-моему, так. «Ва авадатэм» – «и будете вы служить, работать элогим ахэрим» – «богам другим». Слово «элогим», которое здесь, оно читается именно так, как пишется. Потому что имеется в виду не наш бог Элогим, всесильный, а то, что другие народы по недомыслию считают богами. Теперь слово «ахэр» означает «другой». Есть такие варианты прочтения. «Элогим ахэрим» – это «боги другие», которые не наш бог, не рядом будь помянуты. Можно понять, что это «боги, принадлежащие другим». То есть то, что другие считают богами, но нам не следует. И, наконец, можно это перевести как «боги чуждые». То есть народы взывают к ним, они не отвечают. Так, «вхиштахавитэм» – очень интересный глагол, который означает «поклоняться», то есть буквально наклоняться. Есть слово «лиштахавот», есть еще «апаим», то есть падать ниц. «И поклонитесь лагем им», то есть богам, «ве хара аф хашем». «И возгорится гнев бога». Хара. Харон апо – это пыл гнева, буквально. Есть такое выражение. Слово «аф» означает «нос» и еще означает «гнев». Очевидно, как-то гнев человека можно заметить по его носу. Да, гнев Всевышнего «ба хем», то есть буквально «в вас», «на вас». «Ве ацар» – это «шамаим». Тот, кто ездит израильскими автобусами, знает, что загорается вот это вот слово «ацар», «ацор» точнее, когда кому-то надо выйти на ближайшие остановки. Это значит «остановиться». Есть другое слово «ацар» через «алев», оно означает буквально «клад сокровищ». «Ве ацар» – это «шамаим». «И закроет», «затворит небо». Слово «шамаим» всегда у нас написано. «Вело и яматар» и не будет «дардя». Слово «матар» только что у нас было. Так. «Ве аадама» – это «земля». «Лотитен» – это «евула». «Не даст», что такое «евуль». «Урожай» – урожая ее, то есть своего урожая. «Ве аад тем мейра». Слово «авад» через «алев» означает пропасть, исчезнуть. Когда, если человек что-то потерял, он может появиться объявление. Например, «Ибатти срормавтиход» – «я потерял связку ключей». «Илиакелэ халахла ибуд» – «потерялась собачка». Если вместо «алев» мы напишем «аин», то это получится другое слово – «служить». И вот здесь, может быть, немножко сыграл текст на похожесть этих слов. Если будете «ва авад темм» служить другим богам, то «ве авад темм» пропадете. «Мейра» скоро. «Мэ аль» – «гаарэ сатова». «Аль» – это «на», а «мэ» – это «с». «С» – «на» – земля хорошая. То есть «с» – этой хорошей земли. «Ашер Гашем», которая бог. «Но тэн» дает «ла хэм вам». «Ве сам темм» – «эт дворай эле». Здесь корень «ла сим» – буква «син», буква «ю», которая здесь выпала, и буква «мэм». Как, например, в окончании молитвы. «Сим шалом» – «ла сим». «Ве сам темм» – «и положите эт дворай эль». «Слова мои» – «вай», да. Не просто множественное число дворай, а «мои слова». «Эле» – «эти». «И положите слова эти», слова мои «эти». «Аль лева в хэм» – «ве аль навши хэм». То есть здесь перекликается с тем, что мы в первом абзаце прочитали. «На сердце ваше, точнее, на сердце ваше и на душу вашу». «Укшартэм» – «и привяжите». В первом отрывке было «укшартам», да, «привяжите их». А здесь «укшартэм» просто «привяжите», потому что отдельно идет слово «оттам» – «их». Вот эти два слова в первом отрывке заменены одним словом. «Укшартэм» – «оттам» – «и привяжите их». «Леот» – «как знак аль е д хэм». «На руку вашу», да, того, что прежнего в нашем числе. «Вэ гаю ле тотофот» – «и будут этим тотофотом». Но мы думаем, что это знамение. «Бейн эй не хэм» – «между глазами вашими». «Вэ лимад тем оттам» – «и обучайте им» – этим словам. Значит, корень «ламед мэм далет» реализуется, если в беньяне «пааль ламад» – это значит «изучал», а если в беньяне «пи эль лимед» – это «обучал чему-то». «В лимад тем» – «и обучайте оттам им». Это «бнейхэм» – словей ваших. «Ле дабер бам» – «чтобы говорить». Значит, вот это инфинитив, который мы воспринимаем как просто инфинитив, да, образованный вот префиксом «ле». Он имеет значение цели. То есть, например, «лих». «Тов» – это не просто того, что писать. Иногда это существенно. «Ле дабер» – «чтобы говорить». «Бам» – «в них». То есть эти слова. «Бешивтеха бевейтеха» – «сидя в доме твоем». «Ув элехтеха вадерех» – «и идя дорогою твоей». «Ув шохбеха» – «и когда ты ложишься». «Ув кумеха» – «и когда ты встаешь». Вот так исправлю. «Ухтав там» – «и напиши их». «Аль мезузот бейтеха» – «на косяках дома твоего». «Увиш ареха» – «и на вратах». Вот такая интересная история. Мы с вами успели разобрать два отрывка. Теперь я могу либо рассказать про вот эти вот шесть слов, которые мы добавляем в молитву, либо рассказать интересную историю про мезузот, либо прочитать вам еще одну интересную фразу, которая тоже в нашей неделе говорит. «Выбирайте». Совсем все. Но можно по порядку. И того и другого можно без хлеба сказать. Добавил импух, чтобы не казаться жадным. Так, смотри. Мы знаем, что в Торе их нет. Когда Моисей поднялся на гору Синаи, чтобы получить Тору, он видел, он ощущал, он чувствовал, как ангелы прославляют Всевышнего. Они произносят вот именно эти слова. И эти слова Моисей запомнил и принес их людям. Но поскольку в Тору они не вошли, мы читаем их шепотом. Каждый день. Утром. Тем не менее. Какие слова? «Варух шем квот малхото левлам баэт». Это слова Якова. Сейчас я про это тоже расскажу. Значит, эти слова в Сидуре, они обычно набраны более мелким шрифтом и отмечено, что «беллахаш», шепотом. В Ёмкий порт, тем не менее, написано, что мы читаем их вслух, потому что мы уподобляемся ангелам. Мы все в белом. Мы не думаем ни о чем плоском, только о душевном. Это одно из объяснений. Второе объяснение. Когда наш праотец Яков, имя которого также и Исраэль, собрал своих сыновей, мы читаем об этом в конце книги Брэшит, он обещал им «я открою вам тайны». Он хотел объявить им, когда придет Машех, но Всевышний не хотел этого. Ведь если люди будут знать, что Машех придет еще не скоро, а сейчас очень тяжело, они могут отчаяться. И поэтому Всевышний забрал у Якова дар пророчества. Но Яков не знал, почему вдруг пророчество изменило ему. Он только почувствовал, что он не может это сказать. Может быть, кто-то из моих сыновей не такой праведник, каким кажется. Ведь у Авраама, кроме Ицхака, был еще и Исмаэль. У Ицхака, кроме Якова, был еще и Эйсав. И вот он вглядывался в лица своих сыновей, они почувствовали это. И в один голос сказали ему «Шма Исраэль, слушай, Израэль». Здесь мы понимаем, это как обращение по имени к Якову. «Хошем Илокейн, Хошем Ихад» Всевышний, только Он Бог наш и Он один и единственный. Вот это вторая история про эти слова. А еще что-то про Минаши там было, что все-таки Яков. Когда благословлял Яков сыновей Иосефа, когда он правую руку положил на левую голову и наоборот, но я не знаю, связано это с этими словами, я не помню такого. Ну ладно, оставим это. Так, я хотел сказать еще немножко про Мизузу. Значит, я много лет назад попал на очень интересную экскурсию в город Самаритян. Самаритяне это иудеи-сектанты. Есть, оказывается, и такие. Значит, историю рассказывать не буду. Значит, у них есть Тора. Она написана шрифтом, весьма интересным, напоминающим древний шрифт. Вот, но текст этой Торы несколько иной. Он отличается от нашего. Да? За счет чего, естественно, они считают, что их вариант правильный, а наш неправильный. Да? У нас есть больше оснований не считают, что правы все-таки мы. Так вот, в этом, значит, в этом городе, где живут самаритяне, я увидел какую-то табличку размером примерно метр на метр, которая висела, которая была просто, не висела, а была часть стены над входом, над вратами. Да? Поскольку шрифт там другой, я его не знаю, я не смог ничего прочитать. Я спросил, что это? Мне ответили без узор. То есть, напиши их на воротах дома твоего, нигде не написано, в Торе, да? А только в устной Торе, а устную Тору самаритяне не признают, да? Что это должен быть пергамент, что он должен быть прикреплен к правому, когда ты входишь косяку, что там должно быть написано именно как и каким шрифтом и так далее, да? Они понимают это несколько иначе. Вот такая у них религия. Так какие же они иудеи? Пикверос? Они не евреи, но они иудеи. У них определенный... Слушай, они их отстранили от постройки второго храма. Да, мы не считаем их евреями. Потому что не то, что там у них и жертвенник свой, и там жертвоприношения. Ну, были пока. Пасхальные жертвоприношения до сих пор. Рассказывают, что это довольно интересно. Да. Они, кстати говоря, имеют полную возможность построить, восстановить свой храм. Когда-то они там сделали шву, но потом все это пошли не тем путем. Но вопрос, почему они этого не делают, они отвечают, мы ждем Ашрия. Дай-то Бог. Так, ладно, еще на пару минут я вас задержу и обращу ваше внимание вот на эту фразу. На эту фразу это глава хет, то есть восьмая глава, восьмой послуг, сказано про землю Израиля, что это хита у сэора, хита это пшеница, сэора это ячмень, вэ гэфен, гэфен это виноградная лоза, уээна это инжир, он же фига, вэ римон, что это гранат, точка запятой, эрец зэйт шэмен, страна зэйт это маслина, а шэмен это оливковое масло, то есть получается масло масляное в точности, да, то есть маслин, который дает шэмен, у дваш, слово дваш, которое мы переводим как мед, здесь обозначает то, что сейчас называется словом силан, это сгущенный финиковый сок, который использовался в качестве поспластителя натурального, так, эта фраза, во-первых, называет семь растений, которыми славится земля Израиля, шиваат хамени, хита и сеора символизируют так называемый хамешет минэй доган, пять видов злаков, хита включает в себя не только пшеницу, но еще и рожь, как разновидность ее, и полба, полба это дикая пшеница, на еврейте кусэмет, извините, да, правильно, нет, есть кусэмет и кусмин, кусмин, кусэмет это гречневая каша, а кусмин это полба, вот так, так, а разновидность сэора, ячмень, это овес, шиболит, шуаль, так, из этих злаков можно испечь хлеб, можно испечь печенье, мезонот, и можно мацу, из кукурузы, например, или гречневой крупы, да, муки, никак не сделаешь мацу, это будет что-то другое, да, невозможно выполнить заповедь мацы, вот, если брать муку других каких-то растений, да, и точно так же хлеб, испеченный из чего-то другого, не будет считаться хлебом, так, так, и пять оставшихся, значит, из семи видов, это, это что? Это фрукты, вот, во-вторых, эта фраза устанавливает еще и иерархию, к примеру, если передо мной лежит, финик и яблоко, да, я собираюсь их съесть, да, я говорю одно благословение, бурой приятц, на оба фрукта, но должен я сказать его на более почитаемый, поскольку финик входит, в семь видов, а яблока нет, давай говорю благословение на финик, да, распространяя его так же и на яблоко, так, и, наконец, в-третьих, внутри самих вот этих плодов, да, тоже установлена иерархия, по близости к слову эрец, в первой части фразы, после слова эрец, сначала идет хита, сэура, а на третьем месте идет, что, гефен, да, на четвертом месте идет тайна, это инжир, на пятом месте идет гранат, а во второй части фразы написано эрец, зэйт шэмен, то есть на первом месте идет маслина, дваш, это, мы выяснили, финити, они идут на втором месте, поэтому, например, в праздник тугий шват, когда желательно попробовать плоды вот этих видов, этих семи видов, да, то благословение эрец, говорится, прежде всего, на заид, на маслину, да, если маслины нет, но есть, например, финик, то говорится на финик, да, следующий по иерархии идет на третьем месте, это уже первой части фразы, идет гефен, потом тейна и реймон, я слышал интересную такую закономерность от имени Рави Овадья Йосефа, заид, который первый, да, ближе к слову арец, в маслине одна косточка, в финике тоже одна косточка, но она с одной стороны разделена пополам, такой недорез, да, теперь, в винограде, он стоит на третьем месте, обычно косточки четыре, бывает чуть больше, иногда чуть меньше, да, сколько косточек в тейна, в инжире, сосчитать их трудно, наверное, несколько сотен, но они почти незаметны, они съедобны, да, а вот реймон, да, нам известно, есть массорит, что в реймоне 613 зерен, и говорили, что это проверяли, да, вот по количеству зернышек тоже идет такая иерархия, вот что я хотел сказать, с божьей помощью мы продолжим через неделю, да, на материале следующей главы, значит, если есть вопросы, задавайте, и можете мне писать, да, ты можешь задержаться? Да, да, ну, в смысле, это ты, да, 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 конечно, мои координаты, можно всегда найти, узнать, и так далее, хорошо, так, большая просьба, мама моя плохо себя чувствует, если упомянете в молитве Рафаину за здоровье, мою маму, ее зовут Наташа, бат Муся, это нам всем поможет. Большое спасибо, всего доброго, счастливо. Окей, всем счастливо, до свидания.